Какие заболевания происходят? Это во-первых. Во-вторых, есть болезни, которые являются причинами для других заболеваний. Предположим, простой, самый банальный пример, атеросклероз и сердечно-сосудистая катастрофа. То есть, если у человека проблемы с сосудами, если там образуются тромбы, то, скорее всего, у него будет инфаркт миокарда или ишемический инсульт. Вы говорили по поводу памяти воды, что это миф. А вот структура воды меняется от музыки. Это тоже миф или это действительно так? Я могу однозначно сказать, что по этому поводу не было поведено очень аккуратных научных исследований. То есть, мы все прекрасно знаем, что такое вода. Это диполь, который по определенным электрохимическим законам соединяется с другими диполями, водородными связями. То есть, очень сложно даже в рамках ныне существующей научной парадигмы представить, чтобы это действительно было так. Ну и опять же, я не напрасно постоянно делал какие-то ссылки на исследования, на статьи. Вот пока не будет опубликовано исследование в хорошо реферируемом журнале, лицензированном журнале с высоким инфарк-пактом. А это, скорее всего, именно такой журнал и будет, потому что это прорыв, по сути, будет в науке. Это не научно. Да, в интернете действительно очень много информации, вот в научных журналах, когда начинаешь искать первоисточник этой информации, то, как правило, приходишь на источник подобного журнала, к сожалению. Я тут мельком зашел на ваш сайт, вы предлагаете услуги, как правильно назвать, то, что вы... Генетического характера. Генетический анализ, правильно? Вы наследственные заболевания можете как-то найти генеалогию? Да, действительно, у нас есть несколько продуктов, несколько направлений, которыми мы занимаемся. Ну, первое, и на мой личный взгляд, самое важное направление – это здоровье и долголетие. Выяснить этические листы наиболее распространенные заболевания, да, начиная от акне, от врачей, заканчивая тяжелыми онкологическими заболеваниями. Второе – это, собственно, планирование детей. Этот раздел сейчас перерабатывается, поскольку мы планируем не только искать скрытые мутации, да, у людей, которые могут повлиять на потомство, но в том числе и выяснять, какие проблемы, допустим, у женщины могут быть во время беременности. И стационный диабет, там, креклоксия и все прочее. Это будет продукт, который называется «Планируем детей». Также в него будет включен анализ бесплодия. В общем, сколько у вас стоит комплексный анализ, который проводит по всем факторам? То есть по всем продуктам? По всем, да. То есть и генеалоги, и генетические заболевания, и все, все, все. Если заказывать все вместе, то все это обойдется 28 тысяч. Плюс за комплексный анализ у нас есть, ну, как такой бонус, это консультация врача-терапевта или фитнес-насистемы. Есть такой западный проект, называется, ну, 23 мини, вот, калифорнийский. Они делают комплексный анализ за 100 долларов. Ну, то есть буквально 6 снизм, с чем-то тысяч. Почему у нас это намного дороже? И почему, кстати, законодательство Российской Федерации, вы не знаете, может быть, вы знаете, запрещает отправлять слюну и телесные жидкости по почте из России? Да, действительно, биоматериал запрещено провозить через гранюте. Причем, ну, я когда начал работать в науке, да, я начинал работать в Институте общей генетики. По-моему, такое было всегда. И всегда приходилось как-то изощряться, там, капать плазмидные фильтровальные бумажки, сушить их, класть в конвертик, отправлять там своим коллегам, допустим, в Германию. Почему такое законодательство я объяснить не могу, а что касается 20-30 дней, действительно, такая компания есть. Это мировой флагман генетического тестирования, по-моему, это была первая крупная компания, которая возникла. Они, анализы они делают, вот результаты они выводят очень плохо, на самом деле. В настоящее время им запрещено выдавать медицинскую информацию, вот то, что мы выдаем в рамках продукта здоровья и токоленте, да, то есть предрасположенность к инсультам, к инфарктам, там, и всем прочим заболеваниям, они этого не делают. У них выводимая информация приведена в очень высеченном виде. Это там цвет глаз, какие-то еще такие вещи и все. Почему им это запретили сделать? Есть несколько версий, я сейчас не утверждаю, что я буду говорить правду, но та версия, которая наиболее распространена, заключается в том, что это на них был такой наезд в пару компаний. Потому что если человек заранее будет знать о своих рисках, начнет, будет принимать профилактику, да, те же сердечно-сосудистые заболевания, его нельзя будет впоследствии лечить дорогими таблетками. А это, по сути, вот эти выводимые риски, они ничем не обоснованы, но эта гипотеза довольно спорная. Я думаю, что 20 лет не смогли бы доказать, что те научные публикации, на основе которых они проводят свой анализ, да, точнее, на основе которых они проводят интерпретацию данных, они действительно, ну, что тогда значат. Вот. Более того, к нам в компанию приходили люди, которые делали анализ. А, есть еще один очень важный момент, извините, по поводу компании 20trend.me. Пожалуйста, если вы делаете тест в этой компании, хочу вас предупредить, что результатами этого теста вы не сможете пользоваться в России. Если они узнают, что вы живете в России, вас просто, вам заблокируют ваш личный кабинет, в который выводите данные. Они об этом предупреждают, но никто не обращает внимания. Что тесты проводить в Америке, пользоваться результатами тестов, в том числе просто читать в интернете их сайт, вы можете только на территории Америки. Но, они выдают, у них есть большой плюс, они выдают сырые данные, raw data, то есть данные по очковому анализу. Там просто полиморфизмы и генотипы человека. Вот к нам приходили люди, которые делали этот тест, мы его бесплатно интерпретировали, заводили точно такой же личный кабинет, как мы сейчас его вводим, информацию. И, по крайней мере, в плане генеологии могу сказать, что мы делаем точнее. Я не знаю, почему они делают не очень точно, хотя все базы данных, они, собственно, есть в открытом доступе, нужно просто сесть, посмотреть, почитать, сделать интерпретирующие какие-то алгоритмы и все. На прошлой лекции вы рассказывали, как бактерии отмениваются между собой генетическим материалом при помощи плазмид, да? А скажите, известно ли, как внутри бактерии выбирается кусочек генетического материала, который будет передан другой бактерии? Как он выбирается? Зачем? Какому принципу? Честно говоря, я не настолько хорошо знаю микробиологию. Раздаются случайные кусочки ДНК, раздаются всем подряд? Ну, абсолютно большинство плазмидов в геном не интегрируется. То есть, вот его бактерия получила, с него идет экспрессия генов, бактерия этим пользуется, она получает, допустим, иммунитет к каким-то антибиотикам, да, резистентность и все. Эта плазмида может реплицироваться внутри бактерии, но я, честно говоря, не знаю, на каком основании происходят вот эти переходы между геномом бактерий и плазмидами. Я не могу, к сожалению. Здравствуйте. А вот вы сказали, что истину, в принципе, можно узнать в научных журналах. А что? Не видите ли вы такого риска, что скоро все рецензируемые журналы станут как пост-ревью? То есть, любой сможет публиковать свою статью, а рецензия уже будет потом и непонятна по какому признаку. То есть, вся система останется так же, как сейчас? Еще один вопрос. Подождите, я что-то не очень понял. То есть, вначале мы делаем публикацию, а потом я рецензию читаю? То есть, как в архиве, допустим, физики, математика, они там публикуют сначала, а потом уже, я не знаю, как они делают. Да, действительно, у физиков и у математиков у них немножко другая система, нежели чем у биологов. То есть, у биологов в любом случае, перед тем, как статья попадет в журнал, она происходит рецензия. Если таких статей накапливается очень много, то действительно нужно просто стоять в очереди и ждать. То есть, статью могут принять в журнал, она будет лежать вот где-то в редакции, но она не будет опубликована до тех пор, пока ее не отрецензируют. Еще потом, пока там корректор с каждой запятой не придется. Ну, да, отчасти есть такие тенденции, что сейчас создаются журналы, в которые можно публиковать короткие сообщения. То есть, это некие сырые данные, без интродакт, без вступления, без обсуждения, просто блок результатов. Такая тенденция есть. Возможно, отчасти она даже хороша, потому что позволяет научному сообществу быстрее обмениваться информацией. Но в любом случае, эти журналы заранее говорят о своей специализации. Это первый момент. И второй момент. Как правило, если человек получил какие-то данные, если он пока еще либо статья не опубликована, либо не хватает данных на статью, он лучше больше выступить на конференции. То есть, конференция – это тоже один из способов доложить о том, что ты получил, и послушать какие-то комментарии. И с младенцами. И вот по поводу верификации. А там собаки разного цвета были, всегда синий и зеленый. Просто младенцы могли на цвет реагировать, и не на действия. Да, действительно. Честно говоря, я не помню, но статья была опубликована в довольно хорошем журнале, и с методологией там проблемы не было. Спасибо. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вы говорили, что когда проводятся исследования, то нужно брать три группы. Одну больных, вторую контрольную, третью плацебо. Почему нужно брать три группы? Зачем нужно контрольные? Если я пойду с двумя группами, больными и плацебо. Зачастую такое тоже делается, но проблема в том, что существует такой эффект плацебо, когда даже пустышки, в принципе, действуют на людей лучше, чем вообще ничего. Контрольная группа, она нужна для того, чтобы как раз вычленить вот этот нижний уровень. То есть если у нас плацебо и какое-то действующее вещество покажут примерно одинаковый результат, мы никаких выводов не сможем сделать. Важно там, где находится как раз контроль. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день у науки генетики есть четкое мнение по поводу того, что анкологические заболевания являются генетически обусловленными или нет? Ответ у генетики есть, и ответа на этот вопрос и да, и нет. В чем заключается проблема? Дело в том, что существуют семейные формы рака. То есть эти формы рака, они наследуются как раз к менталевскому признаку. Есть мутация, значит, скорее всего, будет рак. К ним относятся в первую очередь рак молочной железы и синдром Линча. Рак молочной железы, вот он определяется мутациями в генах порца 1 и порца 2. Если у женщины есть такая мутация, то у нее риск возникновения рака молочной железы с 8% возрастает до 87%, то есть в 11 раз. Синдромом Линча, это полуректальный рак, то есть рак кишечника. Ситуация примерно такая же. Это вот что касается семейных форм. То есть там, где есть четкие патогенные мутации, приводящие к раку. Но помимо семейных форм, есть еще большое разнообразие спорадических форм. То есть если у женщины, допустим, нет мутации в БРЦА-1 и БРЦА-2, то совсем не значит, что у нее не будет рака молочной железы или рака яичников. Наиболее распространенная форма рака у женщины просто. Спорадические формы, они комплексные. То есть существует огромное количество ДНК-маркеров, каждый из которых вносит небольшой вклад в риск развития рака. То есть там небольшая поломка, здесь небольшая поломка, а здесь, допустим, ДНК-маркеры, значения которых мы вообще не знаем. Но при этом они показали статистически значимую ассоциацию с этим заболеванием. И их совокупный анализ позволяет оценить индивидуальный риск у конкретного человека. Что значит индивидуальный риск? Индивидуальный риск значит, что если мы возьмем 100 людей с таким геномом, то вот у такого-то процента разовьется данное онкологическое заболевание. Поэтому ответ такой, что нужно очень четко разделять семейные случаи и несемейные случаи. И в несемейных случаях проводить именно комплексный анализ всего генома. Только таким образом можно каким-то образом оценить риск развития рака. Да, это первый момент. Еще второй момент. После вот такой оценки может получиться так, что риск какого-то рака у человека более выражен, чем другого. То есть как раз задача генетического теста, она заключается не только в том, чтобы выяснить такие поломки, да, а прононжировать в том числе онкологические заболевания в зависимости от тех систем и органов, на которые человеку следует обращать внимание. Вот ответ примерно от такого. Скажите, пожалуйста, вот был миф, что гомеопатия совершенно безопасна. То есть отсюда следует вывод, что это миф, значит, гомеопатия, она опасна. На самом деле, да, я написал, что гомеопатия совершенно безопасна, но это не миф. Миф заключается в том, что гомеопатия работает. То, что она совершенно безопасна, это очевидно, потому что не может быть опасна то, чего нет. Это же мы по поводу гомеопатии. Ну вот, допустим, вы там привели пример, да, того, что там используют гомеопатию, там, лапки паука, там, тра-тата, еще что-то такое. Но здесь заряжают, допустим, горошины какие-то, и заряжают их частицами там положительными, отрицательными. Это же не значит, что... Ну, то есть, есть физика, возможно, в гомеопатии. Какими частицами? Положителями, отрицательными. Это что, протомные? Ну, типа такого, да. Что именно физикой воздействует на какие-то, например, горошины, допустим, да, которые люди употребляют. И, может быть, да, срабатывает эффект пациента, что человек, принимая их, он в это верит. Хорошо, клинические испытания были проведены? Ну, хотя бы на живом. Вы знаете, я не могу сказать, проведены они или нет, но у меня есть люди, которые действительно, которым это помогло. Вот так я могу сказать. Ну, плацебо тоже помогает, в принципе. То есть, если человек кормить его пустышками, говорить, что это хорошие таблетки, и тебя вылечат, это поможет. Понимаете, проблема не в том... Гемоэпатия, по сути, не проблема, когда мы лечим простуду. Потому что в большинстве случаев простуда, она, вообще говоря, сама проходит. Вот тот же ациллококцин, да, я бы привел как пример, но я ничего против него не имею. Вы рассказали такую фразу, что есть ДНК-маркеры, значения которых абсолютно неизвестны. Как так? Ведь говорят, что ДНК полностью расшифровано. Имелось в виду, что неизвестна их функциональная значимость. То есть, понимаете, как проводят генетические исследования каких-то сложных заболеваний, и теологию которых, ну, то есть, причины возникновения которых мы не очень понимаем. Проводятся так называемые геномные исследования. То есть, мы берем, допустим, 10 тысяч человек с инсультом, или 10 тысяч человек с каким-то раком, и 10 тысяч человек без них. И сравниваем у этих людей весь геном. И вот те ДНК-маркеры, которые статистически чаще встречаются среди больных, мы делаем вывод, что они действительно ассоциированы с заболеванием. При этом эти ДНК-маркеры могут находиться, например, в антронах, в межгенах, в этих-то областях. Практически вот все полные геномные маркеры, они находятся в нефункциональной области гена. ...эти ДНК-маркеры для того, чтобы оценить индивидуальный риск именно в процентах. Какой процент людей с этим геномом заболеет этим заболеванием. Но к чему конкретно они приводят, мы не всегда, к сожалению, вот на данном этапе развития науки мы не можем сказать. Никто не может сказать. В общем, у меня есть такое тут данное. На 50 выкуренных сигарет приходится одна новая мутация ДНК. Люди, выкуривающие пачку сигарет в день, за год приобретают 150 новых мутаций в клетках легких. 97 в клетках гортани, 39 в клетках глотки, 18 в клетках мочевого пузыря и 6 в мутациях в клетках печени. Изменения ДНК сохраняются, даже если просить курить. Вот. Это журнал «Сайдс». Прокомментируйте как-нибудь. Ну, там ссылка есть на что-нибудь. Это журнал «Сайдс». Там мелким почерком написано, те, кто проводил исследование. Во-первых, нужно посмотреть по-друге. Во-вторых, у человека в любом случае происходят какие-то мутации. Потому что при любом делении клетки, как я говорил, возникает одна новая мутация. Как правило, она, поскольку геном очень большой, и поскольку гены в этом геноме составляют очень малый процент, то это никак на нас не влияет. У меня вопрос главный такой. Образ жизни, который мы ведем, формирует наш ген, который мы всегда передаем вопрос. Образ жизни, безусловно, влияет на... На то, что он влияет. Он влияет на риски возникновения заболеваний. Безусловно. То есть даже когда проводят исследования того же рака, допустим, всегда людей смотрят отдельно. курильщиков, не курильщиков, там, предположим. То есть... Вообще, в целом, есть мутации, которые возникают до нового, то есть по новому, да? И которые с половыми клетками там передаются нашему потомству. Но вероятность этого, на самом деле, очень низка. Нет, она, конечно, не низка, на то, что внешние факторы, образ жизни каким-то образом повлияют на возникновение вот именно этих мутаций, именно в половых клетках. В клетках он ничтожно мал. О том, что люди, допустим, выпили, перебрали чуть-чуть алкоголь из-за чая ребенка, и поэтому у них ребенок родился с муковисцедозом. Это именно... Это еще один миф. Такого не было. Вы сказали, что гены в интронах тоже учитываются... ДНК-маркером. ДНК-маркером. То есть, если, да, если у нас есть ДНК-маркер, если он чаще встречается у больных, нежели у здоровых, то нам совершенно не важно, где он находится. Мы можем его использовать для того, чтобы предсказать риск человека. Какой образом интроны влияют на... Интроны по-многому могут влиять. Если, допустим, произошло изменение в интроне недалеко от декзона, это может повлиять, допустим, на сайте сплассивных. То есть, когда интрон вырезается, то вот эти ферменты, они узнают строго определенные последовательности. Если у них произошли какие-то изменения, то интрон может не вырезаться или вырезаться неправильно. Это повлияет на рамку считывания, то есть на то, на кодирующую последовательность, как вот ДНК передает свою информацию в белку. От этого изменится белок. Во-вторых, ДНК-маркеры, которые находятся в некодирующих частях, могут влиять на вторичную структуру ДНК. То есть в нашем геноме... Гены, конечно, важны, безусловно, некодируются белки, но очень важно, чтобы определенные гены включались и выключались на определенных этапах развития человека или даже на определенных состояниях, так скажем, когда человек испытывает стресс или что-то еще. И во многом это обеспечивается как раз тем, что ДНК каким-то образом вот там клубочками свернут в наших ядрах, в ядрах наших клеток. Если изменяется первичная структура, то она может повлечь из себя изменения вторичной структуры. То есть какие-то гены обнажатся, у них повысится экспрессия. Или наоборот. Когда компания проявляет продукт, ну, таблетки, чтобы доказать, что они хорошо действуют, нужно как бы клинические испытания. А вот Ваши системы представляют как варительские возможности заболевания. Какими доказательствами Вы обладаете, какие исследования Вы приводите в свою проблему? Да, спасибо. Это хороший вопрос. Во-первых, диагностика и лечение это две большие разницы. То есть одно дело, когда мы вызываемся человека чем-то лечить или чем-то кормить, это одно дело. Другое дело, когда мы говорим о неких генетических рисках, ну, по сути, это да, тоже в какой-то иной диагностике получается. На чем мы, что мы отряемся? Мы отряемся на очень большой клуб исследований, генетических исследований, которые в последнее время развиваются все более и более активно. Мы опираемся на данные мета-анализа, тех же самых, по изучению ассоциации тех или иных ДНК-маркеров на крупных выборках с определенным заболеванием. То есть те риски, которые мы выводим, они все подтверждены научными публикациями в хорошо реферируемых журналах. Вы можете посчитать риск многофакторных заболеваний? Я многофакторных заболеваний сейчас как раз и говорю. Что касается моногенных болезней, ну, тут есть стандартная база данных АМИМ, это база данных как раз отмен людских заболеваний. Когда есть мутация, есть болезнь, допустим. Ну, даже врачи-клиницисты, которые работают в каких-то медицинских центрах, они опираются на базу данных. Что касается многофакторных, здесь вопрос несколько сложнее, потому что действительно статей очень много, в них зачастую бывает даже противоречивая информация. Ну, мы, как правило, работаем, во-первых, только с наиболее последними источниками, во-вторых, как я сказал, с мета-анализами, в-третьих, мы очень внимательно относимся к тем статистическим параметрам, которые были получены в публикациях. То есть есть общепринятые статистические критерии, каким образом определить, ассоциированный маркер с заболеванием или нет. Это П-значение. Если оно меньше там 5%, это П-значение, это вероятность получить вот такое распределение генотипов, если на самом деле никакой ассоциации нет. Здесь, ну да, достаточно сложно, тем не менее, вот за годы работы мы выработали определенные критерии, по которым действуем. Нет, анализы, как правило, он не проводится в разных странах, его может провести любой человек. Для этого нужно просто собрать все исследования, посвященные, допустим, конкретному ДНК-маркеру, может быть, связаться с учеными, попросить у них сырые данные, экспериментальные, которые в статьях и публикуются, и потом все это обобщить и показать, что вот действительно во всех исследованиях показывано, допустим, все примерно одно и то же. На основании комплексного анализа всех исследований можно сделать вот такие-то. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ